Здравствуйте! В эфире программа Диалог. Об особенностях нынешнего эпидемического сезона будем говорить сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь! Александр Тарасенко, главный врач Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии общественного здоровья. Родился в 1974 году в Ветковском районе Гомельской области. В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию имени Мечникова. В 2007 году академия управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1997 году врачом-стажером Ветковского районного центра гигиены и эпидемиологии. В 2000 году возглавил коллектив этого учреждения. В 2009 году назначен главным государственным санитарным врачом Светлогорского района. А в 2012 году – Гомельской области. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии общественного здоровья, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 8 0232 77 68 45 Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте, Ольга, уважаемые телезрители. Ситуация с заболеваемостью гриппом – одна из самых обсуждаемых тем с начала этого года, но насколько это обосновано? Александр Александрович, дайте, пожалуйста, объективную оценку происходящему в области. Я скажу, что здесь паники никакой не должно быть в первую очередь. И как предполагалось, сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидался в конце января, начале февраля. Поэтому мы сейчас переживаем сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями. В сравнении с предыдущим, с прошлым годом, может быть, с более ранними периодами, насколько ситуация была обычной для нас? Я скажу, что и как в прошлые 3-4 года, так и в текущем году ситуация обыденная и не представляет никакой угрозы для здоровья и жизни населения. И если сравнивать, допустим, с прошлым годом, то заболеваемость идентичная аналогичному периоду прошлого года. Спасибо. А о том, как сейчас обстоят дела в Гомельской области, узнавали наши корреспонденты. Давайте посмотрим сюжет. Редактор субтитров А.Семкин В абсолютных числах это около 20 тысяч человек. Теперь есть основания говорить, что в этом году, вероятно, обойдется без второй волны заболевания и необходимости введения режимно-ограничительных мероприятий, в народе называемых обычно карантинными. А режимно-ограничительные мероприятия в области вообще нигде не вводились. Потому что у нас эпидемии нет. У нас отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Поэтому смысла вводить противоэпидемические мероприятия, режимно-ограничительные, нет. По данным медицинских учреждений, почти 65% заболевших в этом году острыми респираторными инфекциями и гриппом – дети. Вообще, в соответствии с рекомендациями Минздрава, прививки делали детям до трех лет хронически больным несовершеннолетним и школьникам. Другое дело, что некоторые родители осенью предпочли от вакцинации детей отказаться, что в конечном итоге сказалось на их здоровье. Однако даже при этом закрывать школы на карантин не пришлось. У нас проводится мониторинг. Ежедневно мы собираем сведения о количестве заболевших, количестве госпитализированных. Мы проводим мониторинг посещаемости учащихся в общеобразовательные классы. В гомельских поликлиниках в эти дни наступило относительное затишье. Во всяком случае, количество пришедших на прием пациентов с простудными заболеваниями значительно снизилось. Впрочем, некоторое время профилактические меры в медицинских учреждениях еще будут сохраняться. Начиная от обязательного проветривания помещений и ношения специальных масок врачами и медсестрами. Не закроют пока и кабинеты с отдельными входами, открытыми специально для вновь заболевших. На ближайшие выходные сохранится и особый график работы поликлиник. С организацией приемов специалистами и выездами бригад на дом. В частности, по субботам мы работали до 6 вечера и в воскресенье до 14.00. Кроме участковой службы работали вспомогательные необходимые диагностические службы, в частности лаборатория, рентгенологическая служба. Была организована работа узких специалистов. Кроме того, в эти же дни, в субботу и воскресенье, осуществлялись вызова обслуживания на дому. Сколь-нибудь заметно не нарушил сезонный подъем заболеваемости и работу гомельских предприятий. Во всяком случае, фактов прекращения деятельности по этой причине не отмечено. В тех же парикмахерских, например, в оказании услуг не отказали ни одному клиенту. Правда, определенные профилактические мероприятия проводили и здесь. За собственные средства, например, закупили маски для работников. Если судить по статистическим данным, количество заболевших среди занятых в сфере обслуживания осталось на среднеобластном уровне. Мы, в принципе, каждый год так работаем. Как работали, так и работаем. Единственное, что усиливаем какой-то санэпидем режим, проветриваем больше, чаще моем. Опять же, у нас есть уборщица, есть администраторы, которые за этим следят. Но мастера тоже стараются увидеть и предохраняться как-то. Маски меняем каждые два часа при работе с клиентом. Ну, как-то так. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях сегодня главный государственный санитарный врач Гомельской области Александр Тарасенко. Александр Александрович, можно быть уверенным, что второй волны подъема заболеваемости не будет? Я думаю, что второй волны не будет, потому что заболеваемость, которая у нас наблюдается сейчас на территории Гомельской области, она начиналась постепенно и, в принципе, уже идет на спад тоже постепенно. Поэтому второй волны, я уверен, что не будет. Скажите, пожалуйста, а как сейчас обстоят дела у наших ближайших соседей в России и Украине? Приходилось слышать о том, что там ожидают в марте опять подъема заболеваемости? Ну, сложно судить о втором подъеме заболеваемости острыми респираторными инфекциями в соседних странах России или Украине. Но по имеющейся информации Роспотребнадзора сейчас в Российской Федерации тоже заболеваемость идет на снижение. То, что касается Украины, да, действительно, по информации Санитарно-клинической службы Украины, в трех регионах соседней республики зафиксированы были превышения среднегодовых уровней заболеваемости и вводились определенные ограничительные мероприятия. Это и ограничение касалось работы школ, высших учебных заведений, детских и дошкольных учреждений. С января, по-моему, да, на границе был усилен контроль за пребывающими в Беларусь гражданами. Как сработали службы? Выявлялись ли какие-то случаи завоза инфекции на территории нашей страны? Я скажу, что на санитарно-карантинных пунктах, которые расположены на основных погранпереходах в Гомельской области, на границе, опять же, с Украиной, в железнодорожных вокзалах города Гомеля, Калинкович, аэропорту. Мы в штатном режиме работали не связанной с сегодняшней ситуацией, а эта работа проводится круглосуточно и ежедневно. И, в принципе, таких случаев выявления явно инфицированных граждан республики Беларусь или Украины не было зафиксировано. Слава Богу. Особые опасения, конечно, вызывают новости о выявлении вируса H1N1. Мы привыкли уже его бояться, наслышанные о том, что именно этот вид вируса вызывает опасные осложнения. У нас в области выявлялся этот вирус. Скажите, как сейчас себя чувствуют люди, которые перенесли заболевание? Я скажу, что кроме пандемического H1N1 2009, известно более 200 вирусов. Ну, конечно же, вирус гриппа, он наиболее опасен ввиду того, что вызывает наиболее сложное течение. Поэтому хочу сказать, что даже те случаи, которые у нас регистрировались, пациенты, ну, благополучный был исход и не было никаких осложнений. Главное, обратиться было своевременно за медицинской помощью. А почему так не любят специалисты, когда его именуют свиным гриппом? Ну, потому что свиной грипп, это был, может быть, действительно в 2009 году, но ежегодно, как и все вирусы гриппа, он мутирует. И поэтому фактически от того уже вируса свиного 2009 года он уже отличается. То есть это, по сути, обычный сезонный вид вируса, который циркулирует? Он циркулирует у нас. И он циркулировал не только в текущем году, он фиксировался и в прошлом. То есть я думаю, что ситуация, которая нагнеталась в средствах массовой информации, была все-таки связана с той ситуацией, которая в Украине, где-то в Российской Федерации возникалась. Вообще, насколько точно врачи ставят диагноз? Имеют дело они с гриппом и с каким именно вирусом гриппа? Или это ОРВИ? Ну, врачи, конечно же, определяют, в первую очередь, грипп – это или остроиспираторная инфекция по особенностям клинического течения. Поэтому диагноз ставится как на основании лабораторного подтверждения. Но я скажу, что не обязательно все заболевшие обследуются лабораторно. Ведь это какой объем, и это очень было бы дорогостоящее мероприятие. Поэтому на основании клинических в основном данных. А сам человек может определить достоверно у себя? Если он является врачом или у него родственники врачи, может и сможет. Но так, я думаю, что лучше все-таки обратиться к врачу, чтобы врач поставил диагноз достоверный. Действительно, он являлся, что называется, для человека тем диагнозом, который ставит врач. А не заниматься самолечением. Иногда, к сожалению, по неблагоприятному сценарию разворачивается эта ситуация, когда человек думает, что он перенесет заболевание легко и на ногах, еще и на работу будет ходить в это время, заражает сотни людей в транспорте, своих коллег, получает какое-то серьезное осложнение и попадает в больницу с пневмонией. Почему? Потому что не догадывается о серьезности происходящего. Почему это происходит? Каково ваше мнение? Я скажу, что да, бытует действительно такое мнение, что такое острое респираторное заболевание. Да, действительно, многие наши граждане позволяют себе, можно так сказать, перенести его на ногах, ходить на работу, чем осложняет эпидемическую ситуацию, потому что вирус гриппа, он высококонтагиозен, то есть распространяется воздушно-капельным путем и, соответственно, он заражает не одного, а несколько коллег, граждан, которые находятся рядом с ним. Но такие последствия переноса, что называется, на ногах, они чреваты серьезными осложнениями. В чем разница в развитии заболеваний ОРВИ и гриппа? Ну, заболевание гриппом, оно более течет быстрее, то есть человек буквально, если так скажем, переходит дорогу еще здоровым, то уже заканчивая переход дороги, он может тебя резко почувствовать плохо. Правда ли, что сразу с высокой температурой начинается? Не с першения, насморка? Да, и, как правило, с высокой температурой, головной боли. И сразу к врачу, дорогие телезрители, сразу к врачу. Вообще грипп входит в пятерку самых заразных заболеваний, обойдя даже такие, которых мы боимся одного только слова. И заболевший человек может заразить сотни людей рядом с собой. С чем связана такая особенность этого вируса? Ну, как я сказал, воздушно-капельный путь в основном это при чихании, кашле, со слюной. И, соответственно, если заболевший человек, он не одел маску, которая является механическим средством защиты, тем более, находясь в общественном месте, где-то в закрытом помещении, это быстрое распространение инфекции среди находящихся с ним рядом. Можно ли избежать заражения гриппом непривитому человеку? Если уже так судьба сложилась, пришел ваш коллега с вирусом и сидит напротив вас, то вы обречены? Ну, как я уже говорил, конечно же, при общении с явно заболевшим гриппом человеком, конечно же, первое средство, я считаю, это все-таки маска, которая позволяет защищать себя на протяжении двух, а то и трех часов. Будь то одноразовая маска, которая продается в аптечной сети, будь то марлевая повязка, которую можно, в принципе, при имении определенных навыков сделать самому. Ну, а что касается, если человек, конечно, не привился, то, ну, я считаю, что в сезон наибольшей заболеваемости, через которую мы сейчас проходим, ну, лучше всего ограничить себя или свое пребывание в массовых мероприятиях, закрытых помещениях тех же, соблюдать правила гигиены, потому что хоть это заболевание передается гриппу, я имею в виду, воздушно-капельным путем, но и через грязные руки. Поэтому ввести здоровый образ жизни, ну, и меры профилактические, такие, как это какие-то иммуногонуляторы, витамины, тоже способствуют тому, чтобы в определенном мере профилактировать эти наши заболевания гриппом. Александр Александрович, ну, а люди, сделавшие прививку предусмотрительно, насколько надежно они защищены от вируса и от всех ли видов вируса? Я скажу, что действительно вакцинация против гриппа, это наиболее эффективное на сегодняшний день средство. У нас уже на протяжении пяти последних лет, а в этом году особенно, была проведена кампания вакцинации населения в октябре-ноябре месяце 2015 года, в ходе которой вакцинировано 41% населения. Это, во-первых, создает защиту против заболевания гриппа, конечно же, не гарантированно, но на более чем 90%. Это создает иммунную довольно большую прослойку населения, что, опять же, как мера профилактики распространения массового среди граждан нашей области. Поэтому вакцинация, которая проводится не первый год, она, как видимый пример того, что у нас на протяжении последних трех лет не наблюдается эпидемии действительно заболеваемости гриппом или острыми респираторными инфекциями. Вот как один из аргументов противников прививок, это то, что не может вакцина защитить от вируса гриппа, потому что вирус гриппа год от года он меняется. И человек получает прививку, по сути, от того вируса, который был раньше. Правда ли это или это не обосновано? Да, действительно, вирус ежегодно мутирует, но вакцины уже до того, как будет наблюдаться эпидезон заболеваемости, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, данные типа или штаммы вируса входят в вакцину, и причем вне зависимости от производителя, будь то это Российская Федерация, Китай или страны Евросоюза. Поэтому те штаммы, которые предполагаются, что будут ходить среди населения в предстоящий педсезон, они уже включаются в вакцину. Кроме того, вакцина, которая сейчас применялась за счет средств республиканского и областного бюджета, в нее еще входили иммуномодуляторы. Также, я скажу, что волнует население, сюда же и входил H1N1 пандемически. Можно ли маленьким детям делать прививки? Да, можно. Тем более, что, если говорить о детях, это основной контингент, который переболевает. У нас на сегодняшний день регистрируется до 70% в общем объеме заболевших, в общей численности заболевших, 70% это наши детки. Поэтому вакцинацию можно проводить с 6 месяцев. Ну а до 6 месяцев, если женщина в период беременности вакцинировалась, она, в принципе, с грудным молоком передает те же антитела, которые вырабатываются с момента введения вакцины от двух недель до одного месяца. Вообще, мне кажется, что ситуация этого года и у нас, и у наших соседей, она, наверное, изменит. У очень многих людей отношение к прививкам. Многие очень отказывались из-за боязни осложнений. Ну а на деле? У какого процента людей, сделавших прививку, выявляются какие-то неприятные побочные эффекты? Я скажу, что таких явных неприятных побочных реакций мы не наблюдали. Да, действительно, если по статистике брать, то, в принципе, нормальным считается, если у двух, трех из ста привитых наблюдается реакция. Но реакции они выражаются лишь в том, что на месте введения вакцины наблюдается покраснение, уплотнение, может, какая-то и болезненность, повышение температуры до 37,5 градусов. Но, как правило, эти симптомы, они через один-два дня проходят бесследно и без каких-либо последствий для здоровья человека. Может ли сама прививка стать источником инфекции? Ну, сама прививка источником не может. Но если прививать человека в период инкубационного периода или же когда человек уже больной, хотя, конечно же, это является одним из противопоказаний, никогда не будет допуск к вакцинации врачом сделан, если человек будет болен тем или иным видом заболеваний. Острым, в первую очередь. Александр Александрович, на Ваш взгляд, насколько эффективны против вируса гриппа и против ОРВИ так широко рекламируемые ныне противовирусные препараты? Насколько оправдано их применение людьми, у которых нет четкого назначения врачей, которые, конечно же, не знают, собственно, какой вирус они заполучили? Ну, я скажу, что, конечно же, насколько эффективны, судить сложно, опять же. Опять же, это должен делать, выписывать лекарства, в первую очередь, и рекомендовать для приема лекарства это врач. Ну, а у нас, конечно же, в аптеках распространены много лекарств отечественного, импортного, в принципе, производства, которые уже не первый год, они, в принципе, активно сейчас и по телевидению, в средствах массовой информации рекламируются. Поэтому я об эффективности судить не буду. Но, возвращаясь к вакцинации, да, если вакцина самая дорогая стоила у нас 150 тысяч, то человек, который идет потом в аптеку покупать лекарства, он реально расходует на свое лечение от миллиона, полутора и выше. Поэтому необходимо, уважаемые телезрители, наверное, задуматься, прежде всего, тех, кто не вакцинировался, я настойчиво рекомендую следующий эпицезон, все-таки это уже в следующем году, да, вакцинироваться. Спасибо большое. У нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Мне бы все-таки хотелось уточнить, с какого возраста можно прививать ребенка от гриппа и какого производителя лучше вакцину, если есть возможность выбрать. Спасибо большое за звонок. Александр Александрович, пожалуйста. Я уже в своем комментарии давал. Вакцинировать детей можно с шести месяцев. А вакцина, будь то, как я говорил уже ранее, производителей Евросоюза, Российской Федерации, значения абсолютно не имеет. Продолжим наш разговор. Скажите, пожалуйста, влияют ли погодные условия на распространение вируса? Потому что считается, что солнечная, морозная погода, она снижает активность вируса. Вот когда начинается потепление, слякоть, дождь, вот то, как раз, что мы в последние недели наблюдали, то тогда вирусу очень комфортно. Ну, наверное, тенденция такая прослеживается. И действительно бытует такое мнение. И оно, может, где-то и оправдано. Хотя заболеваемость четко, она не прослеживается. Плюсовая эта температура, дождливая, или же, наоборот, минус 20 градусов. Я скажу так, что почему, наверное, не регистрируется такая заболеваемость, когда, допустим, минус 20 градусов? Потому что население, оно относится более ответственно к своему здоровью, теплее одевается, меньше находится на каких-то прогулках. Поэтому дождливую погоду, конечно же, это и тяжело же, намокли ноги, прошелся, не так оделся. И поэтому это как один из факторов, который способствует заболеваемости острыми вирусными инфекциями. Поэтому здесь такая вот взаимосвязь где-то и прослеживается. То есть условий, совпадающих, достаточно много. Вообще, как бы вы охарактеризовали общую тенденцию развития эпидемической ситуации на территории Беларуси в последние годы? Ситуация управляемая? Ситуация управляемая, да. Я скажу, что вот, может, я еще раз повторюсь, но уже последних 4 года мы не наблюдаем тех уровней заболеваемости, которые регистрировались еще 5 и более лет назад. И ситуация в республике и в Гомельской области, она на сегодняшний день стабильная. Заболеваемость уменьшается еженедельно и ежедневно. Мы ведем мониторинг заболеваемости и обращаемости населения за медицинской помощью ежедневно. Ведем мониторинг посещаемости детей, посещаемости детей учреждений образования. И, как мы видели в репортаже, который был ранее, ситуации для введения ограничительных мероприятий у нас пока не было. И не будет, я думаю, уже. Спасибо. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Номер телефона в студии 77 68 45. Одна из главных задач санитарной службы – это не допустить до потребителя на рынок товар, который может нести угрозу для здоровья. Скажите, пожалуйста, по результатам ваших экспертиз и проверок, какие группы товаров, чьего производства наиболее часто и по каким критериям не оправдывают доверие и не должны дойти до потребителя и быть купленными и принесенными домой? Я скажу, что да, мы проводим госсанэкспертизу, прежде всего, импортных товаров с сентября 2015 года в соответствии с постановлением Совета Министрово-666. По результатам лабораторных исследований мы зафиксировали за прошлый год 135 несоответствий импортной продукции. Конечно же, 80% это составляла пищевая продукция, остальное – это непродовольственные группы товаров. Для примера, это средства бытовой химии, личной гигиены, парфюмерно-косметические средства, ну и регистрировали даже и игрушки, и детскую одежду. Если говорить по производителям, ну, можно озвучить наиболее часто встречающиеся страны-производители. Это и Польша, Литва, Китай, Украина, Россия. То есть перечень стран, он довольно широкий. И поэтому при покупке товара, конечно же, как покупатель, рядовой покупатель любой, может потребовать у продавца соответствующий документ, подтверждающий качество и его безопасность. Конечно, больше всего мы, взрослые люди, боимся за детей. Понятно, что игрушки, одежда малыша, они должны быть яркими, они должны привлекать внимание. Как часто в красках, в материалах и какие небезопасные вещества выявляются? Чем это может быть чревато использование подобных вещей? Ну, я скажу, что мы не только по фактам лабораторных исследований снимаем с реализации ту или иную группу детских товаров, но и даже отсутствие, как я уже говорил, документа, удостоверяющего качество и безопасность, его ненадлежащее хранение, упаковка не соответствует, маркировка не соответствует. Это уже является основанием для снятия с реализации. Мы регистрировали несоответствие игрушек требованиям санитарно-классового законодательства Республики Беларусь. То есть, четыре позиции по лабораторным исследованиям было игрушек производства Китайской Народной Республики. Для примера, это не соответствовали по уровню шума, не соответствовали по миграции вредных веществ или же устойчивости к влажной обработке. Ну, а в основном, конечно же, выявляем несоответствие по маркировке и отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность. Спасибо большое. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Меня такой вопрос интересует. Вот производят вакцины людям. А скажите, пожалуйста, иммунная система не ослабевает при вводе вакцины человеку? Или все-таки есть ослабление в организме иммунной системы? Спасибо. Спасибо за вопрос. Но вакцина для того и создана, чтобы, наоборот, усилить иммунную систему. Потому что весь вакцин не содержит тот вирус, которым заражается человек от человека. А он уже содержит инактивированный вирус и лишь его часть. Поэтому вакцина, она только способствует укреплению иммунитета. И никоим образом она не ослабевает его. Но тоже иногда приводится как аргумент против прививок, что собственная иммунная система должна встречаться с вирусами и должна справляться. Так нас задумала природа. Но природа предусмотрела, наверное, и определенный оттев тех, кто не справился. Чего современное общество, конечно, себе позволить не может. Ну да. И лучшие средства все-таки это профилактика. Конечно, разумеется. Приходилось ли вам покупать в магазинах некачественные товары? С таким вопросом к гамильчанам обратились наши корреспонденты. Давайте посмотрим опрос. Не приходилось. Мы как бы в одних и тех же магазинах покупаем нормальное качество. Особенно белорусское. Хорошего качества. Хорошего качества. Срок годности только смотришь и все. Как-то купила сыр, который был не в герметичной упаковке, а расфасованный. И когда его открыла дома, то обнаружила, что он имеет такой специфический запах. И на вид, конечно, тоже была продукция не очень качественная. Все в порядке было. Пока. Но основной супруга ходит за продуктами. Может быть, она и сталкивалась. Я нет. Нет, не приходилось. Я всегда смотрю дату изготовления. Ну, если просроченные не беру, а которые не просроченные, я покупаю. Нет, я не смотрю. Просто вот взял. Я же не знаю, качественные линии. Правильно? Спрашиваю, говорю, свежие. Я говорю, свежие. И все. Пошел, что надо. Хлеб свежий беру. Не попадались, честно скажу. Не было такого. Покупала селедку, которая в некачественном состоянии была. Я ее возвращала, вернули деньги. Это единственный случай? Ну да, у меня пока да. Сомнительного, если они и есть, то они остаются на полке. Я их не покупаю. Ну, проходило ставкиваться, когда тот же срок годности уже прошел? Вы знаете, в крупных сетях, да. В маленьких, ну нет, наверное, меньше. В больших магазинах, да, частенько бывает, что лежат просроченные. Мы продолжаем диалог в прямом эфире и ждем ваших звонков, ваших мнений, ваших предложений. Александр Александрович, прошу вас, пожалуйста, прокомментируйте ситуацию. Насколько часто приходится иметь дело с некачественными продуктами и вот по каким причинам они признаются непригодными? Ну, конечно же, больше всего приходится сталкиваться по некачественным продукциям, несоответствующим ГОСТам, да, или санитарно-правым нормам. Это, прежде всего, стекшие сроки годности. К сожалению, да, мы фиксируем довольно часто такой вид нарушений. И если говорить, удельный вес таких нарушений от количества проверенных, то он достигает 22%. Следующее вид нарушений – это условия хранения и реализации. Прежде всего, опять же, это скоропорщицы продукции. Наличие, опять же, документов, удостоверяющих качество и безопасность. Ну, и маркировка. Вот это вот основные виды нарушений, которые встречаются при реализации продовольственной группы товаров в нашей торговой сети. А если проблема в самом продукте? Если он по своему составу, ну, явно не очень полезен для здоровья. Вот бывают такие вещи? И насколько часто? И что это? Ну, есть такие обращения, но я скажу, что они очень редкие. Поэтому есть, да. И по срокам годности продукт соответствует. Но уже по качеству, когда человек, купивший в магазине, будь то сыр, или особенно это скоропорщицы продукции касается, приходя домой, обнаруживает несвойственное для данного продукта органолептическое. Да, это запах, вкус. Поэтому встречаются, да, такие. Но прежде всего, почему такие нарушения встречаются, это связано с условиями транспортировки и хранения, опять же, торговой сети. То есть производители добросовестные? В основной части, да, хотя фиксируемые у производителя иной раз несоответствия продукции. Но это скорее исключение. А с чем приходится иметь дело в таких случаях? Ну, это производство кондитерских изделий, производство мясных изделий, полуфабрикатов. То есть такие случаи единичные, но они фиксируются. Как может потребитель в данной ситуации себя защитить? Вот что бы вы посоветовали? Вот вы как покупатель, на что обращаете внимание? Ну, прежде всего, условия хранения, сроки годности, конечно же, которые должны быть видны четко, и не закрываться стикерами, на которых указана цена продукта. В принципе, вот это две основных вещи. И, конечно же, производитель еще, что немаловажно. Потому что чем ближе расположен производитель к торговле, тем меньше рисков для того, что данная продукция хранилась или транспортировалась в несоответствующих условиях. Вы знаете, очень неприятный осадок. Оставили, по-моему, в начале этого года сообщение о приостановлении деятельности нескольких торговых объектов, которые не первый год работают на рынке, которые известны, которые полюбились гомельчанам. Скажите, пожалуйста, вот с чем сталкивается санитарная служба при проверке магазинов, магазинов кулинарии? И какую ответственность несут владельцы этих торговых объектов? Я скажу, действительно, да, такую меру мы начали применять с декабря 2014 года в соответствии с указом президента Республики Беларусь 567-м в защите прав потребителей. И данным указом дано право санитарно-петербургической службе закрывать магазины или торговые объекты, или объекты общепита на срок до 90 дней за неоднократное нарушение, два и более раз в течение года, нарушение санитарных норм и правил, невыполнение предписаний, наличие грубых нарушений, таких, как я уже говорил ранее, истекшие сроки годности, условия хранения, недовлетворительное состояние на момент проверки или мониторинга объекта. Что под этими словами, недовлетворительное состояние, чтобы вы понимаете? Ну, недовлетворительное санитарное состояние это банальная грязь. То есть непроведение влажной уборки, своевременной влажной уборки, недовлетворительное состояние холодильных витрин, холодильников. И это может являться поводом для того, чтобы в последующем был применен указ 567, который является дополнительным наказанием, кроме тех административных взысканий в виде штрафа, которые мы, в принципе, применяем в случаях таких выявлений нарушений. Конечно, это должно быть поводом. Приходя в кулинарию, глядя на то, как красиво, как аппетитно все выглядит, конечно, мы не думаем о том, что может быть, не дай бог, там на кухне какой-то непорядок, грязь или что-то такое. Да, и фиксируются случаи, конечно же, и неоприятного внешнего вида, спецодежды, непрохождение своевременного или вообще непрохождение медицинских осмотров персоналом, особенно тот, который работает на общепите. Хотя и торговля в обязательном порядке, прежде чем человек приступит к работе, он обязательно должен пройти медосмотр. Скажите, пожалуйста, а сфера общественного питания насколько добросовестно сегодня работает и в соответствии с требованиями санитарной службы? Я скажу, что разные есть объекты общественного питания. Да, есть, которые обоснованы или с незначительным количеством нарушений, но есть и такие, которым приходится применять меры вплоть до закрытия. К слову сказать, что в течение 2015 года мы около 100 объектов приходилось закрывать на санитарный день ввиду его неудовлетворительного санитарного состояния. Или же те объекты, которые мы фиксируем, правда, это в единичных случаях, которые открываются без разрешения соответствующего госценадзора и работают нелегально. Да, у него есть учетный налоговый номер плательщика, он платит налоги, но открывается подпольно и начинает работу. Мы такие случаи фиксируем. Не без помощи, конечно же, нам помогают здесь и граждане, но проблема такая тоже, особенно в городе Гомелье у нас есть, и мы над этим работаем. Санитарные службы совместно с экологами проводят рейды в районах Гомельской области и контролируют выполнение норм законодательства об охране окружающей среды и сохранение здоровья работников агропромышленного комплекса. Насколько благополучная складывается картина? Я скажу, что да, действительно, мы проводим совместно с экологической службой мониторинг, где-то совместные надзорные мероприятия по субъектам агропромышленного комплекса нашей области. Действительно, может, ситуация в сельском хозяйстве это все на виду не столь благополучно, как по промышленным предприятиям, те, которые в городах, да, но вместе с тем я не скажу, что так все плачевно. У нас на особым контроле, если так можно сказать, находятся 56 субъектов хозяйствования сельских по области. И вот по результатам работы за 2015 год уже 15, которые относились к неблагополучным с точки зрения соблюдения санитарно-экологического законодательства, 15 сельских хозяйств, они из такого ранга уже выведены. То есть работа проводится, может, не так быстро, как хотелось бы, но условия быта и труда работающих в сельском хозяйстве это тоже одна из составляющих нашей работы совместно не только с экологической службой, но и с управлениями сельских хозяйств, райисполкомами. В принципе, мы эту работу проводим, в том числе и с вами, со средствами массовой информации, чтобы объективно освещать проводимую работу. Конечно, наши корреспонденты всегда выезжают с удовольствием, и сюжеты потом можно в новостях видеть. Скажите, пожалуйста, тем, кто сегодня не смог, не успел нам позвонить в эфир, задать свои вопросы, куда можно обратиться? Можно обратиться на горячую линию, которая у нас функционирует с 8 до 17.00, по телефону 75-56-99 или же 75-72-85. Спасибо большое, Александр Александрович. К сожалению, время уже выделенное нам в эфире заканчивается. Спасибо за такой интересный сегодняшний диалог. Спасибо. Главный государственный санитарный врач Гомельской области Александр Тарасенко был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Берегите себя, крепкого вам здоровья. До свидания.